Начинаем после матча в Космоференцию. Совершилась игра. Очередная календарная игра Тренинства России с команды футбольных клубов в профессиональной футбольной лиге, которые встречались в команде футбольных клубов с Драгино и Торпедо Владимиром. Ваше внимание представляется главный тренер нашего соперника команды Торпедо Владимиров Евгений Евгеньевич Гудник. Пожалуйста, по традиции вашей матча в комментариях. Пока даже то, что пока вы не начнете пресс-конференцию. Ну, по делу, ладно. Боевая такая игра получилась. Очень много единоборств, очень много дэкбэй, штрафных, головых. Мы были к этому готовы, что команда хозяев активно играет, любит эти единоборства. Идет Верховодство. Но, опять же, скажу, что как мы готовились, первый тайм все-таки остался с хозяевами. И хозяева создали ряд моментов упасных вокруг наших ворот. Напряженно было. Перерывы немножко несли коррективы, пообщались. И нашли возможность поправить свою игру. Я считаю, что игра огромная. И все-таки последний голевой эпизод возник, скорее всего, у нас. И получается так, что в первом тайме хозяева имели самое опасное, но в втором тайме время имели самое опасное. Еще могу сказать только то, что наверное, закономерная ничья, боевая, закономерная ничья, боевая, закономерная ничья. В багаже у меня нашлись, в которой пришлось сказать некоторым футболистам, на кого-то получилось покричать, на кого-то, наоборот, успокоить. Но, опять же, повторю, что действительно в этой тайме заключается то, что мы игру выровняли как минимум, а потом уже и заблодили энициативу. Кстати, хозяева больше говорят. Обычные тренерские слова. Было слишком много стейков, и порой даже зубодробящих. В игре? Да, жесткая игра связана. Да, у строгинцев ребята молодые. Как считаете, может быть обе команды завелись для этого? Обе команды завелись, однозначно. Есть какие-то моменты, которые судья где-то возможно трактовал сначала в одну сторону, а потом в другую сторону. Команда хозяев побыстрее, помобильнее, как бы, да, вот эти какие-то быстрые стыки единоборские пошли. Судья тут где-то начал немножко, может быть, нить упустил, и вот из-за этого пошли вот такие вот, как вы говорите, заподробенные стыки. Но без этого большой футбол никуда. Да, надо и такие игры играть, и более простые. Игра сегодня была достаточно сложной, как и для нас, для хозяев, так и для судейства. Поэтому, ну, такая вот она была. С Ларионовым все в порядке, потому что там вот такое впечатление, что ему там в голову пролетело, как раз в одном из моментов в центре поля, в втором тайме. Ну да, столкновение было такое не очень приятное. Посидел немножечко, подышал, надеемся, что все нормально. Он у нас единственный такой, который сейчас из молодых футболистов более-менее соответствует этому стороне. Ну и такой один вопрос из двух состоящий. У нас чего сегодня не хватило, и как считаете, сегодня вы все-таки приобрели одну очку или потеряли два? Ну, во-первых, сегодня очень хорошо, что мы не пропустили, да? Сыграли на ногу. По поводу очков потерянных, приобретенных, по первому тайму я бы сказал, что приобрели. По второму тайму я бы сказал, что, наверное, потеряли. Опять же, ну, все равно я доволен. Это и ничьей. Доволен. Поэтому... Игреб жаловался. Спасибо. А я ему тоже сегодня были хорошей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.